Друзья, всем привет! Это первая моя викторина. Сегодня гость Иван Башилов, и ему попался очень интересный персонаж. Это Антон Довидянц. Это лучший или один из лучших бас-гитаристов в мире. И я сразу хочу извиниться за качество, потому что я хотел в итоге, чтобы получилось видео. Мы отлично созвонились, была картинка, но в итоге видеофайл получился битый, я его пытался восстановить. Он восстановился плохо, в итоге я решил вытащить с него аудио. Ну и как есть, так есть. То есть это то качество, на которое я способен вот сейчас. В следующий раз, конечно, можно сделать лучше, хотя я думаю и так приятно слушать, особенно если у вас YouTube Premium. Ну все, начинаем. Друзья, всем привет! Вот, мы опять пытаемся записать эту викторину, эта викторина. У нас были технические неполадки, а еще я пытался поймать Ивана в течение, наверное, месяцев-двух. Почти каждый день ему писал. А у него то репетиции, то гастроли, то запись, то какие-то концерты, гиги. Очень востребованный музыкант. И вот сейчас у нас по Самаре 3.21 ночи, и получилось все-таки выцепить Ивана на эту викторину. Викторина заключается в том, что есть 20 листочков, и там написаны имена разных людей. Там из политики, из музыки, там из каких-то, из сельскохозяйственных отраслей. И тебе надо просто перемешать их и выбрать какой-то один листочек, и вопросы будут связаны с конкретным человеком. То есть какие-то такие очень интересные вопросы. И еще я хочу заметить, что насчет вопросов я, конечно, их все накидал, но они у меня не структурированы, потому что я не успел подготовиться. И Иван такой, все, у меня есть 10 минут, я могу. Ну, будем в разнобой задавать эти вопросы. Тащи листочек. Для начала хотел всех поприветствовать. И поблагодарить. И поблагодарить. За все. Вот только что принес листочки. Показываю. Какой выбираешь? Сейчас какой-нибудь выберу. А вот, допустим, вот этот. Что там написано? Антон Довидянц. О! Ух ты! Ты его знаешь? Ну, вообще слышал о таком... Ну, это бас-гитарист. Человеке. Мирового. Ну, в первую очередь, это человек, я считаю. Как ты, кстати, его уважаешь? Да, безусловно. Я считаю, что это лучший бас-гитарист на территории СНГ. Ну, тогда, недолго думай, перейдем к вопросам. И вот, если ты так считаешь, что, наверное, ты знаешь, на каких струнах он играет? На каких струнах он играет? Я, насколько я знаю, это струнный эликсир средней толщины. Он является эндорсером этой фирмы. Я очень рад за него, поскольку это довольно-таки дорогие струны. Ты ответил очень развернуто. И еще продолжаешь отвечать. Интересно. Да, и при этом быть эндорсером какой-то иностранной фирмы, я считаю, это успех, в принципе. Большой успех. Который подтверждает, что это великий бас-гитарист. Правильный ответ. И очень развернутый. Это очень здорово. Следующий вопрос. Ну, как ты знаешь, он много гастролирует, ездит, Антон Довидянц. И вопрос такой. Сколько раз ему ломали гитару в багаже аэропорта? Ну, авиакомпании повреждали. Блин, это я не знаю. Могу сказать наугад? Ну, это твое право. Наугад сказать, значит, есть шанс ошибиться. Но если ошибешься, это все равно, что ты не ответишь на вопрос. Как бы будет минус. Ну, окей, скажу ни разу. Правильно. Я знал, что ты всегда вот любишь рисковать. И за это тебя жизнь вознаграждает. Плюс бомб. Да нет, это просто интуиция. Очень развита. Басовая интуиция. Кстати, интуиция развивается обычно у тех, кто перестает есть животных. Ты уже перестал есть животных? Не, я начал. Начал переставать? Начал есть. А, начал снова есть. Ну, тебе интуиция, это и хватит, если ты не ел, там, хотя бы несколько месяцев. Ну, на годик тебе хватит этой интуиции. Потом опять. Вот. Я понял. Любимый барабанщик СНГ Антона Довидянца. СНГ? Да. Ой. СНГ или Россия? В России я знаю... Можно я так вот тоже немножко развернуто отвечу? В России, мне кажется, Игнат Кравцов, а в СНГ... Не помню имени, по-моему, Александр, а фамилия Муренко. Правильно. Правильно. Слушай, ты очень хорошо знаешь Антона Довидянца. Это рад. Конечно, это ведь лучший бас-гитарист СНГ. Ну, как бы он... Ну, и один из лучших в мире, я считаю. Ну, вот как бы это, мне кажется, точнее было бы сказать. Я бы сказал, если честно, лучший в мире, но... Это как-то нескромно. А он сам с этим не согласится. Кстати, по этому поводу следующий вопрос. У него какой любимый басист вообще? Самый любимый басист в мире? Ну, это просто. Эдриан Ферро. Ну, мы с простых вопросов. Начинаем. Правильно. Не сомневался, что ты ответишь. Это, наверное, и то, кстати. Он считает, что... Он считает, что Эдриан Ферро лучший бас-гитарист в мире. Интересно, кто на втором месте? Я как считаю, я... У тебя кто любимый басист? Ну, кроме Довидянца. Ну, мне нравится брат Валерия Степанова. Альберт. Альберт, да. Да, он, конечно, монстр. Вот еще один вопрос про струны, кстати. За какое количество времени Антон убивает струны? Какие у него были ситуации самые такие, ну, минимальное время, за которое он убивал струны? Блин, боюсь ошибиться, но что-то мне подсказывает, что это... Не гугли. Ты куда смотришь? В гугл? Я задумался. В районе четырех часов. То есть он ставил струны, играл, ну, часа три-четыре, и они умирали. Это что касается обычных струн, не фирмы Эликсир. А Эликсир, ну, по-моему, за недельку. А, нет, еще была такая информация, что за одну запись... Он менял комплект. Да, менял комплект. Ну, правильно. Но по часам... По часам там... Было очень мало часов. Три-четыре часа. Единицы часов, да. Единицы. Там от двух до четырех, по-моему, вот так. Ну, да-да-да, что-то в этом роде. Вот. Хорошо. Правильно, правильно. Я бы лучше тебя не ответил, на самом деле. Вот как-то так. Вот. Первый преподаватель Антона Давидянца, как его звали по бас-гитаре? Ну, по-моему, он был первый и единственный. Я прав? Правильно. Звали его Павел Виноградов. Правильно. И сразу следующий вопрос, раз уж мы про преподавателя заговорили. Что он дал Антону... Что он дал Антону? Вот так я скажу. Спрошу. Что дал Антону первый препод Павел Виноградов? Я могу слово сказать, точнее подсказать. Интервью. Когда? Ну, это не совсем. А, мастер-класс. Мастер-класс, да. 2000, по-моему, там какого-то... Десятого лица лишь восьмого года. Там первый мастер-класс его, где он еще с длинными волосами был. Что это был его преподаватель по технике? Об этом еще будет вопрос. А что именно он дал? Там есть именно главные слова на букву В. В? В. В. Время? Нет, не время. А можно что-то наводящее такое, чтобы понимать примерно хотя бы о чем речь? Ну, так скажем, можно ассоциируйте это слово со словом направление. А, вектор развития. Он дал правильный вектор развития, который на всю жизнь... Ну, на многие годы вперед, как бы. На многие годы вперед, да. Я бы сразу ответил, я просто реально не понял, не совсем понял, о чем речь. Ну, да, да, ну вот как-то вопрос тоже такой, чтобы подумать о нем. Подковыркой, да. Если вопрос слишком буквальный, то как бы ответить несложно. Вот, все-таки у нас тут заслужить надо приз. Вот. Дальше. Во! Очень интересный, кстати, вопрос. Почему Антон не играет на джазбассе? О, ну это просто. Антону важен диапазон. Критерий выбора баса, да, вот у него диапазон. Да, 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 да. То есть, поэтому он любит пятиструнные басы. Но конкретно джазбасс он любит, потому что на нем, насколько я знаю, 20 ладов. Или 19. Ты сам помнишь, кстати, сколько на нем ладов? По-моему, 21. Но могу ошибаться. Ну, короче, не 24. И это весомый аргумент для Антона Довидянца, чтобы не брать в руки этот инструмент. Ну и пять струн, да? Два критерия. Ну, пять струн, в принципе, пять струнные есть джазбассы, но они всегда звучащие. И я думаю, все-таки тут речь конкретно больше о ладах, потому что Антон Довидянца в первую очередь это... Хотя нет, конечно, он грувер тоже очень серьезный, но ты слышал его слики? Конечно, вот буквально полчаса назад даже слышал. Ну, то есть ты согласен, что это в первую очередь первоклассный солирующий басист. А для такого рода ребят важен диапазон. Чем выше, тем лучше. Ну, я смотрел вот его интервью буквально вчера, я готовился. И он там говорит, что вообще басисту не обязательно солировать. Но ему просто это интересно, поэтому он еще и этим занялся. То есть озаботился тем, чтобы научиться соло играть. И, как я считаю, неплохо очень даже научился. Да не то чтобы неплохо, а я считаю, что в СНГ лучше него никто точно не сыграет соло из ныне живущих. Какой у Антона первый инструмент был? То есть музыкант, на чем он обучался перед бас-гитарой? Ну, я уже дал подсказку, чтобы он был бас-гитарой. А-а-а! Я думал, первая бас-гитара какая была. Ну вот, поэтому подсказочка такая. Фух, слава богу, потому что первый бас-гитару я бы точно не назвал, но я помню, что он на нее поставил комплект от 5-струнного баса, на 4-струнный бас. Не спрашивай у меня, как он это сделал. Ладно, шуточка такая себе. Первый инструмент у него был, естественно, фортепиано. Фортепиано, да. Он даже музыкальную школу по нему закончил. Ну или не закончил. Ну, в общем, какие-то успехи подавал в училище, поступил на фоно. Ну, это легкий вопрос, в принципе, тут что-то думать. Да, вот я, как уже говорил, что у меня вопросы в разнобой, там, с темы на тему. Ну, как бы, врасплох ты меня застал, но, к сожалению, вот так бывает. Вот, ну, очень интересный вопрос следующий. Вот что он не поделил в каюте круизного лайнера с барабанщиком соседкой? Эту тему я знаю. О, вот это тебе повезло, получается. Да, повезло. Насколько я помню, Антон очень ценит в музыкантах вкус. Вкус. И конкретно с барабанщиками с каюты у него возникли разногласия ввиду того, что Антону не понравился вкус этого барабанщика. И когда Антон спросил, задал вопрос ему по поводу всемирно известных барабанщиков, таких как Джорджо Барлай, Дэмьян Шмидт и прочих монстров, прочих монстров, тот барабанщик выпал в осадок, у него случилось замешательство. Он сплоховал, он не смог ответить, он, как оказалось, он даже не знал, кто это такие. Ну и... Вопрос не об этом, но если ты так подводишь, то хорошо, но вопрос вообще не об этом. Ну, это было, подтверждаю. Так, ладно, на самом деле я не подводил. Я могу еще раз сказать. Ну, а-а-а-а, заниматься еще, мне кажется, он не мог. Что конкретно он не поделил с барабанщиком в каюте именно? Не поделил в каюте? Да. Там этот предмет был всего один, а их было двое. Стол? Не помню, блин, слушаю. Это минус балл, но я тебе могу сказать, что это была табуретка, скорее всего. Или стул, или табуретка, ну, короче, что-то такое сидячее. Да, был такой момент, но я бы сейчас не вспомнил, честно скажу, даже вот с твоими наводками. Я помню, что какая-то такая речь проскакивала, но нет, я бы не вспомнил. Да, точно, но было такое, и это прям... Но зато про Демьяна Шмидта я вспомнил, так что можешь минус 0,5 сделать, потому что это, в принципе, если ты меня задал вопрос по этому поводу, тоже вполне себе такой серьезный вопрос бы получился. Да, и, кстати, на другие вопросы ты отвечал прям так вот, очень развернуто. Но это еще не все. Любимый композитор, Антон, какой? О, вот это, кстати, серьезный вопрос. Почему ты мне хочешь сказать, Рахманинов? Ну, это интуиция, и она тебя опять не подвела. Да? Отлично, блин. Вот, кстати, сейчас с пальцем в небо прям. А вот серьезно пальцем в небо? Ну, какие-то отголоски такие были, понимаешь? Отголоски были, воспоминания, воспоминания. Все-таки много. Есть такой шуточный вопрос. Ну, как бы за него балла не будет, и минус балла не будет. Ну, хотя, как бы я тебе по дружбе могу балл накинуть, если ответишь. Антоним Рахманинова. А? Антоним Рахманинова. Антоним? Ну, противоположность. То есть, как бы, Рахманинов это там во, а есть прям совсем наоборот, что доведянцы, так сказать, ненавидит. Ну, тоже. Блин, я знаю, что он ненавидит Фриджаста и Авангард. Не-не-не, не Силь, а именно вот Фриджаста. Блин, да, был такой момент, но мне кажется, я не вспомню имя, имя не вспомню, к сожалению. Ну, ладно, Лобода, короче. Ну, это из интервью, это так чисто прикол, наверное. А, Лобода, блин, слушай, да, не отложилось, но помню, помню, было такое. Вот. Было, было дело. Следующий вопрос. Вот, прям два вопроса подряд связанных. Сколько времени с нуля до поступления в училище прошло с тех пор, как он начал заниматься на бас-гитаре, освоить бас-гитару? Сколько, блин, я уже тебе подсказал, сколько месяцев он занимался до поступления? Я помню, я помню, мне, по-моему, три месяца. Неправильно, четыре. Блин, четыре месяца, да? Да. А сколько бюджетных мест было? У меня был близок. Сколько бюджетных мест? Одно бюджетное место, это знает любой школьник, который хочет научиться играть на бас-гитаре. Вот. Теперь коснемся темы уроков. Как мы все знаем, в 2020 году музыкальная отрасль пострадала серьезно, и не прошло с того, как это и Антона, к сожалению, как и всех нас, и он начал преподавать. Так вот, вопрос. Сколько в период пандемии стоил урок от доведянца? Может быть, он и сейчас столько стоит, но вот тогда точно я знаю, сколько он стоил. А ты знаешь? Ну, тут тоже, знаешь, не могу прям стопроцентный ответ дать. Ну, вот, тоже пытаюсь вспомнить, и память мне подсказывает цифру пять тысяч. Десять. Десять? Нифига себе. Ну, слушай, ну, я общался, хотя это, наверное, конфиденциальная информация будет. Просто я общался с человеком, с моим одногруппником, тоже бас-гитаристом, который ходил к нему урок брать, и он говорил, что за пятеру давал урок. Интересно, интересно. Слушай, можно ли я ошибаюсь? Но, по-моему, я не ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь. Мне кажется, у меня поэтому и всплыла эта цифра, потому что я прям помню этот разговор, ну, с этим чуваком, и он сказал, что за пятеру. Ну, это тебе чувак сказал, а Давидянс конкретно говорил, что десять. Ну, может, конечно, у него цены варьируются для разных людей, но, как бы, я считаю, что десятка для такого чувака, к которому мечтают годами попасть люди, и тут такая возможность. Ну, как бы, я бы... Ну, это вообще не деньги. Ну, да. Это вообще не деньги. Вот. Ну, плюс это еще давно было, то есть этот парень, мой одногруппник, это года три назад мне об этом говорил. Наверное, ценник поднялся. Наверняка. Любимый город в Америке? Лос-Анджелес, конечно. Конечно. Помнишь такой проект Impact Fuse? Ну, разумеется, в смысле помню. Это один из значимых российских проектов. И там играл Дэмин Шмидт. Ну, в общем, вопрос... И Денис Сникерс Попов. А, нет, Денис Сникерс Попов играл в Alcatrio. Да, да. Там играл Федор Досунов. Ну, да, конечно. Вот. Лос-Анджелес, смейт, заменял Дениса. Сникерса. Лос-Анджелес, смейт, заменял Денис Сникерс Попов, извини смешинка в рот попал так в чем вопрос-то был вопроса два сразу первый город в котором в которой они отправились с этим проектом симпак фьюзом и сколько они репетировали перед вот этим городом по времени сколько репетиций было и сколько по времени они длились пом 2 репетиции было точно для 1 репетиция 1 1 8 часов мне кажется антон бы обиделся если бы ну да это уже ближе к правде на самом деле нет не знаю таких подробностей но я помню он говорил про два часа короче сделать репетиция да 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 вот город точно не помню новосибирск честно говоря вот это единственное что я подсмотрел сейчас перед нашей викторины то есть остальное все я сам знаю все ответы вот не ну то что я готов двинуться далее отлично а вот когда антон начинал заниматься на бас-гитаре какой вопрос он закрыл в первую очередь вопрос техникой правильно на той гадалки не ходил вот а еще кстати интересный есть вопрос это уже как раз такой уровнем повыше требует такого все-таки смекалки нет это просто информация если ты не знаешь в принципе да согласен в каком клубе уже лишь подсказка не в заведении в клубе в каком клубе и в каком городе после какого-то выступления либо джема пришел антону отзыв что не было свинга не было свинга да причем даже валера степанов простебал момент в интернете по моему не помнишь до такого даже не помню а может и в живую он сказал ну короче речь идет клубе шляпа в город санкт-петербург заход и я конечно приму твой ответ ну по моему это был джейси суши по моей по моей информации это был захват все-таки но то есть я уточню надо надо это уточнить потому что там не говорили вот там в шляпе играл антон доведянцы там не заценили и сказали что не было свинка от были он слушаем он на бас-гитаре играл или на контрабасе на бас-гитаре я думаю но свинька бас-гитаре тяжеловато играть то есть это очень редко когда кто играет сын на бас-гитаре я согласен особенностью и ладовые да и вообще бас-гитара это не джадл инструмент слушай прикинь заканчиваются вопросы ну ты вот по поводу heads и gfc там уже разберемся будет балл или не будет но тут нужно уточнить такой момент что это информация не из первого источника то есть это так сказать не стану антон в каком-то интервью вскал для меня эта информация дошла непосредственно через какие-то людей а я видел как раз что антон об этом говорил по моему даже в посте в каком-то своем что типа ну свинга не было они мне сказали что свинга не было слушай я бы кстати с удовольствием прочитал пост а там что-то коротенькое было что-то пара предложений вот но надо ну расстроился короче ну да ну бывает всегда нет ну может просто люди которые так сказать сами не знают что такое свинг не поняли так сказать все-таки в антон такой уровень что тут нужно быть прошаренный чтобы вырубиться ситуацию помнишь когда он ехал на теплоход он там все это быстро собирал там визы все вот это быстро собрался но накрыли лайнер и что он не успел купить в россии что он докупал там уже на месте другой стране не обязательно отвечать прям точно хотя бы блин я просто помню вот этот фрагмент что да он что-то сильно расстроился я помню он сильно расстроился из интернета нет а то что там это просто не успел там купил нам да вот да да интернет там дорогой конечно был я хотел ну да вот я я помню то что он возмущался по этому поводу вопрос хотел тебе как раз задать сколько денег он потратил на интернет вообще за все время но галин слушай но это прям жестко жесткие вопросы я сам не помню но равен 1000 долларов что-то такое ну да что он купил блин а есть какие-то подсказки все-таки ну я просто шумлю этот момент да ну если я тебе подскажу то это будет уже почти ответ ну короче это либо костюм либо часть от костюма либо брюки пиджак начать такое то есть какой-то что-то из образу ой слушай давай наверное заканчивайте а то интервью уже кстати вот буквально три вопроса первый совсем слушай ну окей пускай будет пиджак пускай мы это проверим на какой руке у него цепочка цепочка до цепочка по моему это кстати легко вот вот вспомним визуализирую его мастер-класс и все да пытаюсь визуализировать я просто помню что в основном ну ну не один он носит украшения на руках и в основном вот на левой руке носит ну и он соответственно тоже на левой я прям помню что она свисала у него а вот неправильно я помню что именно на правой на правой да вы знаешь почему она правой вот вот именно из-за слепая я и подумал что блин вот если она будет на право висеть то будет немножко мешать слепу зачем я вешать на правую но видимо антон в совершенстве владеет этим приемом и уже ничего не мешает ну да да на правый блин ну да я хотел изначально причем сказать на правой но вот именно логика такая что я вот начал это все анализировать она меня сбила с пути я тебе скажу что у тебя реально прокачаны интуиции как бы если у тебя им интуиции если тебе подсказывает что-то сказать действует да но тут логическое мышление вмешалось вот это наш враг логика нашего вот по вопросу всего осталось но вообще ну короче с правой рукой расстроился если честно капец да не расстраивайся сейчас я надеюсь где те надеюсь слишком сильно не засуешь где где детство провел доведянцы таком городе так сказать петушки вот это я прям горд что ответил на этот вопрос потому что вопрос на самом деле очень простой да кстати все время казалось что он москвич вообще да 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 и причем я сам тоже не сразу все узнал то есть пересматривал его мастер-класс и вот только потому что пересматривал как-то нюанс вспомнил пересматривал не вспомнил когда много раз смотришь один и тот же мастер-класс то все-таки откладывается такая информация да хотел спросить ладно сейчас поболтаем еще после это последнего вопроса короче вот самые из самого свеженького вообще вот если ты следишь за его лентой что он забыл сделать на мастер-классе в питере как раз джейси сейчас который был и что он сделал вместо этого потом блин лет не скажу я смотрю то есть периодически в новостях вижу его посты по поводу от этих мастер-классов всех фотографии там все все дела на основном от фотографии благодарства благодарственные так сказать посты вижу как рад какой такие там шестичасовые мастер-классы проводятся ну вот конкретно пост про то что он там забыл что-то сделать вот я к сожалению не читал и смотрел может быть я вопрос задал ты подумал о том что может он что-то забыл там какой-то шнур там мне я про то что он забыл сфоткаться со всеми кто пришел на мастер-классе а блин да 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 а что он сделал что он сделать этого как он реабилитировался блин слушай ну боюсь себя подвести но к сожалению нет и стал значений скажи сфоткался сделал селфи сделал селфи сделал селфи это я помню да видел вот слушай но я могу тебе сказать что ты довольно хорошо знаешь доведянцы прям я бы тебе поставил прям пять с минусом даже я оставить без него никуда меня иначе не я ну по факту я ошибся несколько раз ошибся ну да так что мы хотели еще уточнить по поводу по поводу а где джесси или head про свинку да и стул это было ли табуретка по моему табуретка все-таки в каюте и еще по поводу что он купил первым делом пиджак там бабочку а ну да 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 то ли пиджак для почему захотел сказать бабочку возможно кстати ее тоже надо было но этого я не помню костюм костюм для кажется там реально был костюм ответ можно возможно или брюки синий мокинг может брюки кстати надо узнать мы было такое слушай ну круто круто что тебе именно доведянцы попался никакой лица там я не знаю кто там джон патитуча там кстати басистов было немного и музыканты в целом там из разных отраслей люди вот ну ладно это бывало когда-нибудь на мастер классе доведянцы на самом деле нет живую не был чаще всего точнее всегда смотрел видео в принципе хочу сказать что мне более чем достаточно смотреть видео поскольку там есть ответы на все вопросы а в живую могут отвлекать какие-то там параметры там кто-то перед тобой сидит на там что-то это по ну понимаешь да всякие такие мелкие штуки там тебя не до второй раз поднимать на видео можно отмотать пересмотреть его по несколько раз смотрю запоминаю видишь разную информацию поэтому в принципе но я если будет возможность и время совпадать все так будет я конечно же скажу даже просто так сказать задоначу профинансирую чтобы он все купил новую новую бас-гитару так он же купил раньше но он же еще захочет думаешь да уверен ну понятно а это а ты бы пошел к нему на урок вот даже вот абстрагируемся от цены просто вот интересно было бы тебе вот урок у него взять полутора часовой друзья ну вот и оборвалась эта запись к сожалению мы еще где-то полчаса там болтали очень интересно было но викторина закончилась и хорошо что хотя бы она записалась но мы условились на том что если это викторина на ютюбе наберет 100 лайков то сделаем интервью именно с иваном башилом не викторину а прям интервью а ему поверьте есть что рассказать он вам расскажет о своих ощущениях от игры что он чувствует как он к этому пришел что у него не получалось а потом что случилось и начало потом это получаться а изменение в сознании то есть в голове как все вообще работает именно в его случае да и у всех но не все об этом задумываются и это очень интересно так что всем пока еще раз извиняюсь за то что так все не очень качественно но все слышно тем не менее и слова разборчивы но все всем пока